Всем привет! Продолжаем путешествовать по книге 1904 года «Сокровище искусство. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах О.Д. и Кнаппа. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Итак, начинаем. Петр Павел Рубинс. Пламандская школа. Праздник Венеры. Спустя 4 года после смерти своей первой нежно любимой жены Изабеллы Брандт, Рубинс женился на 16-летней красавице Елене Фурман, когда ему самому было уже 53 года. Эта женитьба имела громадное влияние на все его последующее творчество. Рубинс увековечил красоту Елены в бесчисленном множестве чудных картин. Он писал с нее портреты во всех видах, и она же служила ему моделью для библейских и мифологических сюжетов. Солнечное сияние, чудные краски этих картин – все это отблески того счастья, которое дал ему этот брак. Очаровательный характер Елены – уютная домашняя обстановка среди детей, которыми повторила его вторая жена. Ее общественные таланты сильно привязывали художника к молодой женщине. Но, по-видимому, еще большее баяние имела для него ее физическая красота. Прекрасное молодое тело, полная форма, свежесть блондинки, бархатистая кожа неотразимо влекла его к ней. Красота ее побуждала его к новому и новому изучению натуры. Внушала ему жажду деятельности и силы творчества, которое все только возрастало до самой смерти его. Картины этого периода являются наиболее совершенными созданиями Рубенса. Они исполнены такой жизнерадостности, отличаются такой легкостью концепции, таким роскошным колоритом, так полны солнца и радости, что поистине служит отражением того счастья, которое давала ему Елена Фуру. Одной из прекраснейших и наиболее характерных картин этого периода является праздник Венеры в музее Вены. Мотив взят Рубенса Мутициана, знаменитую картину которого жертвоприношение Венеры, ныне она в музее Дель Прадо в Мадриде, он копировал. Но Рубенс так передал эту тему, что его произведение почти не напоминает картины великого венецианца. Безумное веселье, необузданное опьянение чувств, охватившее этих людей, приближающихся к статуе Богини Любви, которой они приносят жертвы, дивная роскошь пейзажа, а развитое всюду сияние солнечного света – все это производит несравнимые по пышности и радости впечатления. Но вот такое описание картины я нашел в книге 1904 года «Сокровище искусства», картины знаменитых мастеров, художественной репродукции, фотографюрах Бодей Кнаппа, перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok